Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 18 июня. Поехали. На Сахалине огромный сель заблокировал автодорогу. Власти вводят режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с селевым потоком, который перекрыл автодорогу Углегорск, Паречи, Орлова. Инцидент произошел вечером 17 июня, когда селевой поток объемом 5000 кубометров сошел на девятом километре автодороги, полностью заблокировав движение в обоих направлениях. Это серьезно осложнило сообщение между населенными пунктами Углегорск и Паречи, где проживает около 8000 человек. Объездных путей нет, последние несколько дней на Сахалине шли сильные дожди и дул сильный ветер, что вероятно и способствовало сходу селя. После ливня центр Казани превратился в водяную аномалию. Курьер на велосипеде прорывается через толщи воды на фоне утонувших машин, доставка превыше любой непогоды. После сильной жары стихия приняла центральные улицы Казани за свою территорию. Молния ударила в крышу жилого дома. Ливень обрушился на город, превратив его улицы в что-то напоминающее Венецию. Этим вечером в Казани стало гораздо больше мест для купания. Зачем ехать на море, если есть свое в Казани? Казанским водителям сейчас не до сна, автомобилисты спасают утопающие машины. Уже и припаркованные машины начало сносить потоком воды. Из автомобиля сейчас лучше пересаживаться сразу на лодку и плыть. Москву и область залил тропический ливень. Чудовищный ливень обрушился на южные и западные районы Москвы и Подмосковья вечером 17 июня. Обильные осадки спровоцировали затопление некоторых улиц и шоссе, которые пришлось перекрывать. Напора стихии не выдержали даже многоэтажки, жители схватились за тазы в попытке уберечь имущество. Видео с последствиями тропического дождя очевидцы разместили в соцсетях. Автор одного из них показал затопленную квартиру с провисшим натяжным потолком. В это же время житель Солнцево воспользовался ситуацией и устроил заплыв в одной из гигантских луж. Водные преграды сковали и дороги по соседству, преодоление которых закончилось для многих владельцев легковушек гидроударом. Досталось и Подольску, где мощный ливень затопил дороги, подъезды и квартиры. А в Апрелевске наблюдался ураганный ветер. Максимальные порывы составили 25 метров в секунду. Последствия буйства стихии вы можете видеть на своих экранах. Шесть человек погибли из-за ополстня, сошедшего в Эквадоре. Сход этого гиганта спровоцировали сильные дожди, которые терзают регион последние несколько дней. Событие это произошло в городе Банис-де-Агуа-Санта в провинции Тунгурауа, расположенном в центре южноамериканской страны. Сильные дожди вынудили эвакуировать около 55 человек из нескольких населенных пунктов из-за вероятности того, что стихия затронет их дома. По предварительной информации, на данный час шесть человек погибли, шесть получили ранения и по меньшей мере, 30 пропали без вести. Кроме того, дожди привели к разливу реки Чамба, что привело к закрытию дороги, соединяющей города Пенипе и Банис-де-Агуа-Санта, расположенные у подножия вулкана Тунгурауа. В Кировской области наблюдался шквалистый ветер. В одной из деревень сносило крыши и валило деревья. В результате порывистого ветра в деревне Чувашии Кирово-Чепецкого района с одного многоквартирного дома унесло часть кровли, были повреждены хаспостройки граждан, повалены деревья. Никто из жителей не пострадал. На данный момент устраняются последствия буйства стихии. Улицы Дзержинска в Нижегородской области затопило после утреннего ливня. Дзержинск превратился в город-курорт. На улицах разлилось море, волны которого безжалостно топят подвалы и останавливают автомобильный трафик. Сообщают, что сильнее всего пострадал район железнодорожной станции Дзержинск. В Венецию превратилась привокзальная площадь, дорога рядом с центральным парком и пешеходный переход через пути, соединяющий улицы Октябрьскую и Попова. Досталось также торговому центру юбилейной. Сотрудники собирали воду швабрами и тряпками. Затопление улиц стало причиной задержки троллейбусов, а также блокировкой движения личного автотранспорта. Во Флориде был замечен водяной смерч, который впоследствии вышел на сушу и успел нанести повреждения инфраструктуре. Этот смерч приземлился в Кристалл-Ривер, повредив две рыбацкие хижины и несколько других построек. Отдел по чрезвычайным ситуациям Флориды поделился фотографиями и видео, на которых видны значительные разрушения в этом районе. На месте работают сотрудники МЧС, которые оценивают ущерб. Пострадавших среди местного населения не отмечено. Власти ранее предупреждали о возможности возникновения смерча в этом районе, люди вовремя эвакуировались. В селе Горяйновка городского округа Саранск во время урагана сдуло крыши. С детского сада 93 упала кровля. По словам очевидцев, дети спали, когда это произошло. Кроме того, с соседнего здания сорвало крышу на забор детского сада. Повалило дерево возле памятника. Частично разрушена кровля Горяйновской школы. Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия по всему городу. Рабочие проводят распил упавших деревьев и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток. На Новокузнецк обрушились сильные ливни и штормовой ветер, из-за которых проезжие части оказались затоплены. В соцсетях жители Южной столицы пишут, что днем на город обрушились сильные дожди. При этом ливневые канализации не справились с осадками и многие дороги Новокузнецка оказались под водой. Затоплена, как видно по опубликованным кадрам, оказалась и техника, среди которой общественный транспорт. Автобусы в Новокузнецке сегодня тоже ловили волну. На Ильинке после буйства погоды деревьями и ветками завалило автомобили. Шквалистый ветер местами был до 20 метров в секунду, также грозы и град. Этому городу конец. Вулкан уничтожил исландский город Гриндавик. Вулкан Фаградальс-Хедли извергается уже в пятый раз с прошлого декабря. Теперь Гриндавик – город-призрак. Люди полностью покинули его, а все дороги к нему затопило лавой. Недавно последняя дорога к нему была уничтожена потоками раскаленной плазмы. Сейчас добраться до города нет никакой возможности, однако благодаря дронам энтузиасты и исследователи сделали немало эпических фотографий с места природного катаклизма. Увидеть извергающийся вулкан с такого расстояния раньше было абсолютно невозможно, но современные технологии позволили людям наблюдать за извержением с безопасного расстояния. Накануне в Энгельсе разбушевалась стихия. В городе господствовал штормовой ветер. В одном из районов города произошел инцидент, сильный ветер сорвал крышу трансформаторной будки и бросил на машины. На кадрах видно, что сильно досталось сразу нескольким припаркованным машинам. В комментариях подписчики отмечают, что теперь владельцам помятых авто и спросить-то будет нескольким. Поступали сообщения, что порывами ветра повалило несколько деревьев по области. Власти предупреждают, такая погода будет наблюдаться еще как минимум пару дней. Мощный ураган пронесся по одному из районов Башкирии. На кадрах село Целинный в Обзелиловском районе. Село Целинный за последние 10 дней второй раз оказалось в эпицентре урагана. Ливневый дождь с разрушительным ветром вновь обрушился на село. Местами прошел град. Стихия принесла разрушение, снесло крышу спортзала школы, а также в частных домах и двухэтажках. Обрушились электрические столбы, село осталось без света. Удар стихии приняли и близлежащие деревни Булатова, Аль-Мухаметова и Жбулдина. Там также рухнули электрические столбы, повреждены надворные постройки в частных домах. Градом побило не только огороды, но и весь сайдинг на домах. Если ваши волосы встали дыбом или вы слышите странное жужжание от близлежащих предметов, немедленно уходите в другое место. Эти видео иллюстрируют электризацию волос и то самое жужжание, которые могут появиться из-за сильного электрического поля, возникающего во время грозы. Если увидите что-то подобное, знайте, что молния может ударить поблизости в ближайшее время, немедленно уходите с возвышенности и ищите укрытие. Юг Мексики охватили ливневые осадки. Уже второй штат страдает от паводков и затоплений. По меньшей мере, шесть человек погибли из-за сильных дождей и оползны. Вышла из берегов река Лос-Пирос, вода в ней поднялась выше уровня моста и затопила четыре городских квартала. Пострадал также и центр города. Речь идет о городе Хучетан в штате Аахака. Здесь затопило сотни домов. В настоящее время пострадавших домов – тысяча. Метеорологи предупреждают, что дожди будут идти до начала следующей недели. Местные жители готовятся к новым наводнениям. Максимальный уровень паводка превысил 50 сантиметров. Водяной смерч был заснят на видео на пляжах Тулума, Кентана-Роо, Мексика. Природное явление вызвало удивление у пользователей соцсетей, которые подчеркнули красоту торнадо. Как правило, водяные смерчи образуются в результате взаимодействия горячего и холодного воздуха в нестабильной среде, где возникают грозовые облака или осадки. Мощные ливни со шквалистым ветром обрушились на Барнаул. Сильный дождь стал причиной скопления воды на участках улиц города. В связи с большим потоком воды, подтопление участков дорог было зафиксировано на проспекте Ленина, на улице Бульвар 9 января, в районе дома 2А, а также в районе остановок общественного транспорта. В соцсетях горожане поделились кадрами с улиц города, где поток воды в ноль затопил проезжую часть. По улице Попова, проспектам Космонавтов и Ленина, автомобилям приходится двигаться по большой глубине, вода не только затекает в салон, но иногда и полностью скрывает капот машины. Из-за непогоды в некоторых местах в Барнауле упали деревья. Без света остались несколько улиц. В некоторых частях Альберты наступила зимняя погода. В то время как Восточная Канада страдает от жары и влажности, в некоторых частях Запада наблюдается снег и морозы. Нынешний погодный режим зафиксировал верхний минимум над прериями с впадиной, которая простирается до некоторых частей Айдаха и Монтаны. Такое низкое давление приводит к снижению температуры в Калгари ниже сезонного и повторяющемуся риску несильных гроз во второй половине дня. В предгорьях и на возвышенностях возможны снег и мокрый снег в сочетании с более низкими температурами. Сильные дожди привели к существенному повышению уровня воды на 22 реках в Гуанси-Джуанском автономном районе на юге Китая. Крупнейшее за последние десятилетия наводнение произошло, в частности, на гидрологической станции Хэчжоу на реке Хэцзян. На город Сэшуи в Гуандуне всего за 24 часа обрушилось 369 мм осадков. Власти повысили уровень на реагирование на чрезвычайные ситуации, в эвакуации и доставке грузов пострадавшим были задействованы вертолеты. В соседней провинции Фудзянь из-за экстремального ливня погибли по меньшей мере 4 человека, еще два человека пропали без вести. Многие южные районы Китая за последние дни пострадали от проливных дождей. В Чунцине в результате интенсивных осадков уровень воды в пяти реках поднялся на 3 метра. За прошедшие сутки на Земле произошло 166 землетрясений с магнитудой равной 2 или более. Землетрясения с магнитудой равной 4 или более произошли в 19 странах. В каких именно вы можете посмотреть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.